Ну что, ребята, смотрите, какой я толстый... Воу-воу-воу, аккуратней! Вот! Еее! Двойной удар! Итак, смотрите, ребята, я уже просто самый жирный здесь, и я занял первое место среди всех. И теперь мне просто надо кушать побольше и, наверное, истреблять своих конкурентов. Поэтому сейчас я немножко подкреплюсь. О-о-о, смотрите, 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 сундучок, заодно и парня закрутим. Вот так вкусняшечка. О-о-о, да! Обожаю, ребята! Ну что ж, скоро пойдем бить топа. Приветствую вас на канале RedCatRoblox! Сегодня я играю в наездники драконов. И начинаем мы с того, что мне нужно выбрать яйцо, в котором будет мой дракон. Было три варианта, я выбрал огонь. Ну, потому что он красный. И сейчас мы увидим моего дракона. Смотрите, он мне нравится. Какой классный. Вау, я просто сразу сел на него и поехал! У-ху! Dragon Riders! Так называется игра. У меня сразу какие-то квесты вылетают слева. Справа от меня тут целая площадка взлетная, на которой куча драконов. Стой, 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 овечка! Ням-ням-ням-ням! Дайте съем! Ам-ам-ам! Так, убежал. Бегают овечки. Я могу летать куда-то прям в звезды, улететь в небо. И сейчас буду исследовать, что ж это за наездники такие, что это вообще за игра. Ну и, конечно же, ребята, мы поиграем в Slyzerio. Дело в том, что эта игра очень мне напоминает Slyzerio. И я сейчас немножко пособираю сундучков. И мы перейдем в Dragon Battle. Это самый интересный режим в этой игре. Если вы смотрите прям в центр экрана, то вы увидите кнопочку такую большую, синюю с надписью Dragon Battle. Туда нажимаете и идете биться с другими участниками. И она действительно игра тогда очень напомнит. Напомнит тогда игра вам, я думаю, тоже Slyzerio. Так, ну что? Давайте смотреть, что вокруг меня. Вокруг меня какая-то огромнейшая, просто огромнейшая скала. О, какая здоровая. Я хочу подняться на самый верх. О, смотрите, я заметил там какой-то сундук. У меня, кстати, один из квестов, это нужно 5 минут полетать. Вот я хочу его сейчас выполнить и потом пойти на батл. Так, так просто он не берется, нужно видимо попадать, и так и есть. Смотрите, я подошел к сундуку, и мне дали ключик. Теперь я что-то открываю. И получил непонятно что, какую-то коммунку. Хм, прикольно. Если вы еще не подписаны на мою страничку в Инстаграме, обязательно это сделайте. Redcat YouTube. Так называется моя страничка в Инстаграме. Кто хочет увидеть, как я выгляжу, как моя выглядит дочка Милана, заходите, залетайте, смотрите, с кем мы общаемся, куда мы ходим, что мы видим. Думаю, вам понравится. Ну а сейчас я на вулканчике подлетаю к следующему сундуку. Открываю и смотрю, что там. Так, листаем. Опа. Уже какая-то редкая штуковина попала. Я так понимаю, что эти все вещи я потом смогу использовать для своего дракона. Возможно, они как-то увеличивают его хп, его характеристики, и он потом сможет стать мега крутым. Летим на следующий остров в поиске очередного сундучка. Сундуки будем в конце видео открывать, смотреть, что будет мне попадаться. Потому что в сундуках еще, помимо того, что какие-то призы сразу мне дают, еще там есть возможность выиграть что-то потом за вот эти ключики, которые я нахожу. Давайте посмотрим, что здесь будет. Так, открываем сундучок. Получаем, получаем опять какую-то непонятную коммунку. Хорошо. Также можно просто побегать без дракона здесь и пособирать монетки. Я еще не разобрался только в этой игре, только зашел мне вот интересно тот режим, где можно поиграть с Лизарио. Или с Лизарио, как кому удобно. Ну что ж, в общем, ребята, я сейчас все-таки решил зайти сначала в этот режим, а потом открыть все, что я насобирал, посмотреть, что мне попадется. Ну и на этом мы сможем закончить тогда уже первое знакомство с игрой Наездники Дракона. Смотрите, тут какой-то сундук крутится, и я его хочу взять. Кроме того, вы можете стрелять. Смотрите, как классно стреляю. По всем сторонам. И если вы попадаете в такого же Наездника, то тогда вы даже можете убить. Подобными штуковинами. Так, ну что, ребята, я сейчас буду жирно, просто жирным-жирным. Хочу очень много покушать сейчас, чтобы вырастить очень большим и всех тут просто съесть. Смотрите, я приблизился к какому-то очень большому парню. Он номер два был. И мне стало немножко страшно, поэтому я убежал от него. Решил сначала все-таки хорошо наесться, а потом уже пытаться идти на батл. Кто еще не подписан на мой канал RedCat Roblox, прошу вас сделать это прямо сейчас. Ну и, конечно же, на основной канал RedCat тоже. Не забудьте подписаться. Там будут совсем другие игры, и не только Roblox. Поэтому, возможно, вам тоже что-то там будет интересно, что-то вас заинтересует. Смотрите, какой классный. Видите, он двойной какой-то. Номер один. Он сейчас самый крутой. Это Dragon 9259. Смотрите, вау. Я тоже хочу быть двойным. Почему я одинарный? Наверное, это как-то прокачивается за деньги. Судя по названию, когда написано Dragon, и потом идут какие-то цифры, это, скорее всего, боты. То есть, по сути, сейчас только один игрок из топ-7. Нет, уже два. Еще три даже. Как быстро летит все-таки список. Короче, кто не Dragon в начале, это реальные персонажи, реальные люди. И с ними нужно как-то очень аккуратно. Так, ну что, давайте-давайте ползаем, ползаем, ползаем. Набираемся вкусняшек разных. Ням-ням-ням-ням. Отлично. Я расту, написано мне. Это хорошо. Так, you crushed. Это говорит о том, что кто-то у меня врезался. То есть, я свой хвост не всегда вижу. Поэтому, когда подобная надпись, нужно возвращаться, смотреть, кто же там врезался. И подбирать всякие вкусняшки с того, кто в тебя врезается. Потому что, когда в тебя врезаются, там самые-самые вкусные кружочки, которые нужно есть в первую очередь. За них очень много дают монеток. Так, ну что. Я немножко вырос еще. И занял уже, ребята, первое место в этой игре. Да, я вот такой вот уже толстый-притолстый. Стал уже наглым-принаглым. И сейчас хочу закрутить каких-то ребят просто на изи. Вот, смотрите, сразу два попробую. Смогу я так? Я думаю, что это боты, поэтому думаю, тут все просто будет. Если бы это были реальные игроки, то, наверное, было бы непросто это сделать. Так, потихонечку. Видите? Он просто крутится на месте. Ой! Фух! Это было неожиданно. Смотрите, даже врезался кто-то. Собираю вкусняшки. И сейчас желтого закручиваю. Тем временем еще один у меня врезался. Спасибо ему. Ну, и давайте теперь будем потихонечку закручивать нашего дракона. Там, где вы видите наездников, это реальные люди. Если наездника нет, значит, это боты. Сейчас я боты закручиваю. Я думаю, что это не сложно будет. Еще пару кружочков сделаю. И скушаю этого ботика. Согласитесь, очень игра похожа на слезарю. Так, ну что, все. Я его скушал. Было очень вкусно. Спасибо. И теперь я хочу найти номер два парня. И попробовать его тоже как-нибудь скушать. Ух ты! Открылся сундук из кучи-кучи. Просто вкусняшек повыпадало с него. Собираю, кушаю, облизываюсь. И сейчас отправляюсь на батл с номер два. Вот он, смотрите, какой двойной, здоровый, красивый, упитанный. Сейчас я буду с ним делать небольшой батл. Это, судя по всему, тоже какой-то игрок, потому что очень быстро от меня убежал. Так, аккуратно подкрадываемся к нашему дракончику. Какой большой ты. Давай-ка мы тебя... Опа! Попался! Прекрасно! Номер два уничтожен. И теперь, видите, уже следующий появился Дрейган. На втором месте стал после того, как я убил лидера. Но боты меня не очень интересуют. Я хочу все-таки встречаться с настоящими игроками в этой игре. Поэтому я нахожу вот этого геймер из Египта. Наверное, он египтянин. Потому что он... Я писал, что он геймер из Египта. Так, ну что, будем кушать? Геймер из Египта. Все. Это было легко. Видимо, в Египте не очень хорошо в слезаре выиграют. Поэтому сейчас я все доедаю. Так, ну, в принципе, у меня было два задания. Это стать топ-1 в этой игре. Ну, а второе, насобирать 5000 монет. Оба задания я выполнил, поэтому можно, в принципе, уже и умирать. Так, сейчас этого закружим, закружим вкусняшечку. Отлично. И еще вкусняшки. Вот так вот, ребята, ходите, закручиваете и получаете вкусняшки. Сейчас я все это скушаю. Все у меня будет очень вкусненько. И, наверное, буду искать покемона номер 2, либо же номер 3. Для того, чтобы с ними тоже расправиться. Смотрите, ребята, в этой игре можно вот так вот стрелять. И обратите внимание, сейчас меня убьют. Точнее, я сам врежусь. Вот, к сожалению, да. Вот, смотрите, еще раз момент этот. Он стреляет, и я попадаю на этот снаряд. Давайте еще одно замедленное это сделаем. Вот, смотрите, хопа, видите, я врезался. Поэтому вот эти такие шары огненные, они очень хорошо действуют. Вот, если вы с кем-то рядом, вы можете стрелять на опережение. Если кто-то в них врежется, то, соответственно, вы его сможете скушать. Это полезная фича. Ну что ж, ребят, я получил довольно-таки, как по мне, много монеток. И сейчас возвращаюсь в менюшку. Я хочу посмотреть, для чего вообще были те ключи, которые я собирал. Посмотреть, на что я могу потратить свои монетки. И, собственно, вообще, что здесь еще интересного. Так, ну что. У меня тут есть еще какое-то яйцо. Я могу его открыть, судя по всему. Green Wildlands. Ладно. Что у меня здесь есть? Там замочки висят. А вот здесь вот я вроде что-то открыть могу. Такс. Ну, комонку какую-то открыл. Хорошо. У меня есть еще там и там ключик. Давайте вот этот. Dragon Box. Ну, Direct Dark. Стой, куда же ты? Комонка. Ладно. Не везет мне пока на легендарочки. Что-то еще выберем. Так. У меня еще три осталось ключика. Можно их использовать. Первый ключик есть. Стой, 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 стой. Вау. 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 Я не знаю, что это. Но это легендарная вещь. И она, видимо, крутая. Нужно будет посмотреть. Так. Еще какая-то комонка. И последний красивый ключик у меня остался. Давайте его тоже используем. Так. У меня летит. Ну. Эх. Прикиньте. Было бы две сразу легендарки. Это было бы классно. Так. Ну что. Я получил легендарку. Получил еще какую-то голову. Давайте все это оденем на моего дракона. Посмотрим, как ему это все будет идти. Так. Икспик. Очень много я заработал. Нажимаем добавить. Нажимаем добавить. И добавляем. Так. Смотрите. Special Power 1. Ground 2. Там 2. Полтора. Так. Я добавил. Окей. Я добавил. И давайте еще вот такую штуку возьмем. Вот такую вот. Все вроде. Да. Самое интересное. То, что я их добавил. Ничего не поменяло на моих характеристиках. Абсолютно. Пока я не понял, в чем прикол. Или это просто украшения. Либо же они реально какие-то бусты дают. Буду изучать. Игру. Ну что ж, ребята. А пока на этом все. Спасибо, что смотрели. До новых встреч на канале RedCat Roblox. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok